Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На проекте стартует новая рубрика Дом-2 новости. Пять дней в неделю перед ночным выпуском ведущие будут рассказывать о жизни участников проекта, а также о тех, кто уже покинул проект. Ведущих новостей будет несколько. Это девушки с модельной внешностью и хорошей дикцией. Ну а креативным редактором проекта назначена Надя Ермакова. На проект пришла новая участница. Девушку зовут Лисан, ей 19 лет, город Уфа. У нее есть маленький ребенок. Из-за проекта она бросила малыша, он остался с бабушкой и дедушкой. Вика Романец, а также бывшие участники проекта Саша Скородумова, Либерш Кпадону и Джозеф развлеклись в ночном клубе. Романец была очень рада увидеть Скородумову. Она написала про нее «Моя самая любимая. И бывает же так, встречай с человеком, и он твой навсегда». На фотографиях присутствует и Аня Кручинина, она там работает. Аня написала в своем влоге «Кого только на работе не встретишь, домовские везде». Когда Вика вернулась в периметр, она отправилась проведать Монику. Затем уснула у Андрея и проснулась у него же. Оба говорят, что ничего не было. Вика пишет «Вчера было так весело, что аж стыдно. Прошу извинения тем, кого побеспокоила ночью, это была не я. В следующий раз телефон оставляю дома». Пара Жени Кузиной и Саши Артемовой, как вы знаете, постоянно ссорятся. Их близкая подруга Ольга уверяет, что за периметром они ведут себя совершенно иначе и почти никогда не ругаются. Напротив, они все время целуются и обнимаются, у них искренние отношения. И в качестве доказательства Оля даже выложила личное фото Артемова и Кузина, которые уснули в объятиях друг друга. Но никто ей не поверил, зрители решили, что это постановка. Костя Иванов, который уверял всех, что он поехал в родной город, чтобы повидать сына и рассказывал, как он по нему соскучился, продолжает публиковать фотографии, где он тусуется с друзьями. И складывается впечатление, что он только этим и занимается. Каждый день у него новые поездки с друзьями. Последний раз это картинг и шашлык. А также по интернету гуляют фотографии бывшей супруги Кости. Здесь она до и после пластических операций. Ну и, конечно же, она получила очень много нелестных комментариев от зрителей. Оля Рапунцель рассказывает о своих таких непостоянных отношениях с Димой. А мы такие загораем. С Димой помирились. Я хочу замуж. Дима пока не готов. Марина Африкантова с мамой встретились с Таней Киоси и поехали к российскому посольству в Дубае. И там, на месте скорби по разбившемуся 19 марта самолету, они положили цветы, зажгли свечи и зачем-то сфотографировались. Катя Богданова продолжает обхаживать Колю Должанского. Она пишет, я пощусь, поэтому у нас вечер без деликатесов, как это обычно бывает, и без алкоголя. Коля со мной меняется к лучшему. Коля сказал, что если я буду на проекте, он напишет мне песню, я ее исполню, соблазняет. А я не ведусь, просто его люблю. В интернете появилась информация про молодого человека Кристины Дерябиной. Оказывается, у него имеется жена и двое детей. Об этом подозревали, но не все верили. Выяснилось, что Кристина не просто закрутила с ним роман, но и увела его из семьи. Также он не спешит помогать своим детям деньгами, уклоняется от выплаты алиментов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!